В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Новые здравпункты вместо старых аварийных ФАПов. Депутаты окружного собрания обсудили состояние объектов здравоохранения на селе. Оздоровить детей за счет окружного бюджета. В Ненецком округе продолжается приемная кампания заявок на получение путевок к мать и дитя. Припарковать автомобиль у детсада «Семицветик» с 21 декабря не получится. На постоянной основе здесь начнет действовать запрет на парковку. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В начале выпуска об эпидемиологической обстановке еще один случай с заболеванием коронавирусом зарегистрирован в Ненецком округе за прошедшие сутки. Такие данные на утро 2 декабря приводит региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 659 подтвержденных случаев COVID-19. По данным медицинских организаций, за сутки выздоровели 25 пациентов. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденными результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 55 пациентов, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 12 человек. Находятся на амбулаторном лечении 43 человека. С начала пандемии проведено 14 330 ПЦР-исследований на выявлении инфекции. За прошедшие сутки 74. Состоят на учете в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу 504 человека, в том числе один в обсерваторе. Сняты с контроля с начала пандемии 9257 человек. Поликлиника работает в прежнем режиме. Мы стараемся разделять потоки. Пациентов с ОРЗ оставят на первом этаже поликлиники для острых пациентов, которые только заболели. Организован он прием неотложной помощи. Пациенты, которые без признаков ОРЗа уходят на второй этаж, там организован прием двух терапевтов. Они принимают по предварительной записи. Либо, если это неотложный пациент, без признаков ОРЗа, например, боль в спине или ухудшение гипертонии, их проводят непосредственно сразу на прием терапевта, но тоже на второй этаж, чтобы не было риска заражения ОРЗа. Напомню, в Ненецком округе созданы несколько горячих линий, в том числе единая линия по коронавирусу. Горячие линии Роспотребнадзора, волонтеров, Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты Ненецкого округа, отделения по лекарственному обеспечению. Имеется два телефона, по которым может любой из желающих позвонить, узнать, какие препараты есть в наличии, но только для сети Ненецкой фармации. Это по нашему городу и по поселку искателей. Также у нас производится отпуск бесплатно для больных коронавирусной инфекцией после подтверждения доктором. То есть доктор выписывает рецепт больному, приходит сюда или медработник, или же волонтер, или же кто-нибудь из родственников, кто может подойти с бесплатным рецептом и получить лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Добавлю, чтобы защитить себя и окружающих, пользуйтесь проверенной информацией о болезни и принимайте необходимые меры в профилактике. Шесть лет лишения свободы условный штраф в размере 1 миллиона 680 тысяч рублей. Такое наказание было назначено менеджеру комплексного центра социального обслуживания, пойманного на взятке. Наринмарский городской суд рассмотрел уголовное дело и установил, что менеджер организации, в чьи обязанности входило проведение конкурсов по заключению государственных контрактов с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями с 2018 по 2019 годы, как самостоятельно, так и совместно с иным лицом получал незаконные вознаграждения, сумма которых составила около полутора миллионов рублей. Взамен представители бизнеса получали преимущество при заключении государственных контрактов. За содействие следствию подсудимый изобличил себя и других соучастников преступления. Суд смягчил наказание. Приговор суда в законную силу не вступил. Региональные парламентарии провели традиционную встречу с депутатом Госдумы Сергеем Коткиным. Заседание состоялось в рамках региональной недели депутата. В ходе встречи речь шла о принятии федерального бюджета на ближайшие три года. Как отметил депутат, бюджет сложный и дефицит в 2021 году составит 2 триллиона 760 миллиардов рублей. При этом Коткин подчеркнул, что безусловным приоритетом расходов федерального бюджета остается выполнение социальных обязательств государства, реализация нацпроектов и указов президента России. Сергей Коткин обратил внимание, что на социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации в бюджете следующего года запланировано выделение всего 3 миллиардов 400 миллионов рублей. По мнению депутата, этого недостаточно для выполнения задач, заложенных в недавно утвержденной президентом стратегии развития Арктики до 2035 года. Парламентарий подчеркнул, что Госдума рекомендовала министерствам заключить соглашение с субъектами Российской Федерации как можно раньше, чтобы федеральные средства поступали в начале года и можно было начать реализацию того или иного проекта на условиях софинансирования. В числе других тем, о которых говорил депутат Госдумы, разработка федерального закона молодежной политики в Российской Федерации, новый расчет МРОД, реновация жилфонда в регионах. По мнению Коткина, в последнее время принято много нормативных документов в отношении развития Арктики, но главное обеспечить их финансовое наполнение, чтобы принятые нормы как можно быстрее и эффективнее повлияли на жизнь людей, проживающих на арктических территориях. Модульные ФАПы на селе вместо аварийных. Региональные парламентарии обсудили на профильной комиссии в состоянии качества новых здравпунктов, которые будут установлены в селах округа. Информацию по теме вопроса депутатам доложил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Павел Масюков. Вопрос замены аварийных фельдшерско-акушерских пунктов в селах округа на новые здравпункты поднимался на заседаниях профильной комиссии не раз. Планируется в текущем году поставить 12 фельдшерских облачно-модельных зданий, фельдшерских пунктов, начиненные пункты. В настоящее время все 12 пунктов доставлены на территорию округа. Из них только три, пока фельдшерских пунктов не подключены. Однако новые здания не пришлись по душе местным жителям. Более того, вызвали обеспокоенность. С состоянием дел в этой сфере депутаты ознакомились во время поездок по муниципальным образованиям, где уже были установлены новые фельдшерские здравпункты. Жители сел остались недовольны качеством и прочностью этих конструкций. Мы живем в 21 веке, поэтому хотелось бы, чтобы наши жители, жители наших сел, деревень могли пользоваться более современными здравпунктами. Тем, извините за выражение, вот этими колпинирами. Оказалось, что изначально речь шла об установке девяти модульных зданий, но проекты требовали большего вложения денег и времени на установку. А это не соответствовало требованиям национального проекта, в рамках которого происходит замена здравпунктов на селе. Речь шла в начале о девятих, а не о двенадцати. То есть была подготовлена проектно-сметная документация по строительству капитальных зданий. Но потом было, впоследствии, при одном из совещаний было принято решение о том, что строить стоимость строительства по этому проекту получалась высокая. То есть и сроки по строительству были бы тянуты в соответствии, то есть мы могли бы не выполнить условия соглашения по установке данных в законе. Поэтому руководством было принято решение о рассмотрении возможности поставки именно блочных модульных зданий. Жители Андиго, например, волнует вопрос подтопления нового ФАПа, так как здание находится в опасной зоне. Кроме того, территория неблагоустроена. Пожилым пациентам добраться до здравпункта будет затруднительно. Жители поселка Андерма считают, что установка модульного здания ФАПа недостаточно проработана. В частности, нет подключения к водоснабжению и системе канализации. Что касается Андермы, у нас с учетом сжатых сроков подключения, то есть поставки, то есть мы понимаем, что если мы сейчас только поставили ФЗП в Андермы, то есть не так давно он поставлен, сейчас только записывается, то только сейчас мы могли бы подключать еще к системе теплоснабжения. То есть мы могли бы просто не успеть в этом году. По итогам встречи депутаты попросили профильный департамент представить всю техническую документацию по модульным объектам и указать срок службы ФАПов, рассмотреть возможность подключения к системе отопления и водоснабжения в модульном вздравпункте в поселке Андерма. К этому вопросу парламентарии вернутся на следующих заседаниях профильной комиссии. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается прием заявок на оздоровление детей за счет окружного бюджета. Подать документы на получение путевки мать и дитя можно будет в течение месяца. Традиционно по путевке мать и дитя на санаторно-курортное лечение могут отправиться дети с 4 до 12 лет, имеющие третью группу здоровья и дети с 4 до 15 лет, с 4 и 5 группами здоровья в сопровождении одного взрослого. Это может быть один из родителей, опекун или близкий родственник, бабушка или дедушка. Как и раньше, бесплатные путевки в здравнице предоставляются один раз в два года. Заявление можно подавать непосредственно через многофункциональный центр в почтовом направлении, либо у нас здесь в отделении осуществляется прием граждан по вторникам и четвергам во второй половине дня. К заявлению на оздоровление детей необходимо приложить следующие документы. Документ, удостоверяющий личность – это паспорт или свидетельство о рождении, справку о составе семьи, медицинские справки, справку 070У о том, что ребенок нуждается в оздоровлении, справка о группе здоровья, справку о доходах за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. При этом заявителю следует помнить, что среднедушевой ежемесячный доход на одного человека не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума. Что касается тех граждан, которые подавали документы в 2020 году, но из-за пандемии решили не выезжать на санаторно-курортное лечение, в случае, если они желают получить бесплатную путевку в 2021 году, то необходимо вновь подать документы в срок с 20 ноября по 20 декабря. У нас не переносятся путевки на следующий год, а им необходимо просто заново подать пакет документов, и, соответственно, заново мы их поставим в реестр в очередь тех, кто нуждается в оздоровительном лечении для детей. Добавлю, что первоочередное право на путевки имеют многодетные семьи и родители, воспитывающие ребенка-инвалида. На оздоровительный отдых в составе организованных групп могут отправиться дети в возрасте от 13 до 15 лет включительно, имеющие вторую или третью группы здоровья, постоянно проживающие на территории Ненецкого округа и нуждающиеся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении. Припарковать автомобиль у детского сада «Семицветик» с 21 декабря не получится. На постоянной основе здесь начнет действовать запрет на парковку. Данная мера будет введена в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Александра Литкова продолжит тему. На пересечении улиц Пырерки и Ненецкая располагаются детский сад, поликлиника, аптеки, миграционная служба и станция скорой помощи. Скопление социально значимых учреждений здесь обуславливает интенсивное движение транспорта и пешеходов, что нередко приводит к дорожным происшествиям. Пырерка и Ненецкая у нас во время эксплуатации, в период зимних условий произошло 5 дорожных транспортных происшествий. К счастью, тяжесть последствий никто не получил. Держи транспортные средства получили механические повреждения. Запрет на парковку вводится в первую очередь в целях безопасности дорожного движения. Знаки, которые ограничат парковку, будут установлены здесь в ближайшее время. На данном участке планируется установить дорожный знак 327, который запрещает остановку транспортных средств сам, плюс дополнительной дощечкой, таблицей, работает эвакуатор, что предусматривает эвакуация транспортных средств с места остановки. При наличии дорожного знака 327, остановка запрещена, предусмотрен административный шраф в размере 500 рублей. Соответственно, имеется и дощечка, таблица информационного характера. Будет эвакуировано транспортное средство на специальную охраняемую стоянку. То есть об этом будет уведомлен человек. Также нововведение позволит коммунальным службам города более эффективно убирать территорию возле детского сада и поликлиники. Раньше для этого приходилось ждать, когда автомобилей станет меньше, или поздно вечером, когда их не будет совсем. При содержании автомобильной дороги по улице Прерка были сложности, связанные с тем, что граждане оставляли свои транспортные средства на обочине автомобильной дороги. Тем самым заужалась проезжая часть, и наша техника зачастую не могла полностью провести работы. Для парковки служебного и личного транспорта можно пользоваться новой автопарковкой на 120 мест напротив центральной аптеки. Несмотря на некоторые неудобства, водители с пониманием относятся к нововведениям. Ну, конечно, плохо, потому что невозможно будет подъехать в поликлинике. Удобнее, конечно, подъезжать будет сюда, но если уберут, так что делать? Будем парковаться там. Ограничение на парковку на постоянной основе начнет действовать с 21 декабря текущего года. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Непривычно теплый ноябрь плавно перешел в декабрь, сильно отличившийся температурами от суровой северной зимы. Метели, штормовые ветра и нескончаемый гололед. Долго ли еще продлится такая погода? Расскажем в следующем материале. На ближайшие 10 дней, на первую декаду декабря, у нас будет облачная погода, преимущественно с осадками в виде снега. По температурному режиму она будет в пределах от минус 1 до минус 6 градусов. И с ветром, преимущественно юго-западных, западных направлений, 5-7 метров в секунду. Днем и ночью температура примерно будет одинаковая. Отсутствие морозов – большая проблема для жителей населенных пунктов, расположенных вдоль русла реки Печора. Период между окончанием навигации и разрешением выезда транспортных средств на лед сильно затянулся. За ноябрь мы измерили лед уже два раза. В первом случае, то есть мы измеряем ее пентадно, каждые 5 дней при достижении льда 30 сантиметров. На 30 ноября лед составил 20 сантиметров, при норме 34 сантиметра. То есть лед у нас очень-очень тонкий. На данный момент добраться от города единственными пассажирскими перевозками можно только до села Тельвиска. Туда и обратно курсирует воздушная подушка 6 раз в неделю. Остальные направления пока недоступны. Жители Ненинского округа могут принять участие в 4-м всероссийском юридическом диктанте. Он стартует в четверг 3 декабря в онлайн-режиме на сайте юрдиктант.рф. Пройти тестирование можно до 12 декабря. Тестирование проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. В 2020 году основными темами юридического тестирования станут Конституция Российской Федерации с поправками 2020 года. Меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. Трудовые, гражданские, семейные права. Кроме того, в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в диктант будут включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу. Диктант состоит из 40 вопросов. Продолжительность его написания составит 60 минут. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам. Добавлю, по результатам проведения диктанта каждому субъекту страны будет дана оценка уровня правовой грамотности населения. 3 декабря по всему миру отмечается Международный день инвалида. В преддверии этой даты ресурсный центр поддержки развития добровольчества запускает акцию. Жители региона могут собрать подарки для постояльцев пустозерского дома-интерната. Можно приносить различные сладости, конфеты, печенья, но обязательно с проверенным сроком годности и чтобы они были в заводской упаковке запаяны. Кроме того, принимаются средства личного пользования и одежда, как сделанные своими руками, так и приобретенные в магазине. Это тот день, который нам еще раз напоминает о том, что есть такие люди, к которым нужно относиться с трепетом, с добротой, с теплом и заботиться о них не только в этот день, но и в течение всего года. Просто мы решили именно к этой дате приурочить. Сбор подарков проводится до 3 декабря с 9 до 18 часов в региональном центре молодежной политики по адресу улицы Тыковылки, дом 2, 1-й подъезд, цокольный этаж. Телефон для справок 601-88. Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.